Ну что, ребята, заходите в наш лес, давайте, проходите, покупайте ёлочки. Пожалуйста, мужчина, выбирайте ёлочку. И выбрать есть из чего. Красивые, тёмно-зелёные, остро пахнущие смолой и Новым годом. Хвойные красавицы в изобилии заполнили городские ёлочные базары. Я хочу на стол небольшую, зелёненькую, красивую, со всех сторон, чтобы была равномерная, с веточками. Так-то ёлка очень пушистая, красивая. Очень я довольна, что купила такую красавицу. Спасибо большое. Вот так вам? Ага, с Новым годом. У нас, наступающий, у вас тоже. Кадуйский, Сямжинский, Вологодский районы. Именно оттуда везут еле на городские распродажи. Как уверяют продавцы, самое ходовое новогоднее дерево высотой в полтора метра. За такое придётся выложить порядка тысячи рублей. Можно найти и за 200-300 целковых, но уже высотой пониже. Красотой похуже. Впрочем, знатоки уверяют, качество еле зависит от многих нюансов. По всей Вологде сейчас очень много ёлочных базаров. Вот один из самых главных, самых больших на старом рынке. Кстати, продавцы говорят, что день от дня ажиотаж просто нарастает. А 31 декабря были случаи, что люди буквально вырвали из рук друг друга последнюю ёлку. Так что, наверное, следует поспешить. Всего в областной столице работает 18 ёлочных базаров. Они есть в каждом районе города. Правила везде одинаковые. Документы на вырубку и лицензии на торговлю должны быть в наличии. По требованию покупателя продавцы обязаны выписать и товарный чек. Это своего рода страховка для волокжан. Ведь по закону рубить ёлки гражданам запрещено. А значит, если задержат с лесной красавицей под мышкой, но без чека, то могут и оштрафовать. Полевые ёлочки или же с питомника, они ёлочки получше держатся. Они стоят до старого нового года. У них хвоя поплотнее и они позеленее получаются. А болотные у них тоненькая-тоненькая хвоя. Поэтому они не так-то держатся. Но ароматы у тех и других ёлочек есть. Ещё в зависимости, когда их струбили. Вчера, например, меньше заморозков были. Они и распушились, и получше стали ёлочки. А в морозы, конечно, она околела ёлочкой. Принесёшь домой, она просто-напросто будет немножко мягче и осыпаться будет. А вот спешить после покупки не стоит. Чтобы ёлка стояла дольше, над ней нужно немного поколдовать. Сначала очистить ствол снизу от коры. Затем выбрать место подальше от батареи и поставить дерево в ведро с землёй или песком. Добавить две столовые ложки сахара и таблетку аспирина. И тогда аромат нового года не исчезнет до середины января. Андрей Ростов, Василий Попурин. Новости Вологды.